Видео подготовлено сайтом уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника алгебры 7 класс, автора Межляк-Полонский и Кир по номерам 626. Нас просят представить многочлен в виде квадрата суммы или квадрата разности двух выражений. Итак, обратим внимание на первый трехчлен. Что мы видим? Мы видим А в квадрате, то есть квадрат первого выражения, переписываем его. Дальше, если это формула, то далее у нас следует удвоенное произведение первого выражения и второго выражения. Но мы не видим с вами еще один множитель. Какой множитель можно не писать? Только множитель 1. И тогда на третьем месте должен стоять квадрат этого выражения, 1 в квадрате. Так как 1 в квадрате это 1, то мы с вами увидели, что у нас с вами формула квадрат сумма двух выражений. Первое выражение А, второе выражение 1 и квадрат суммы этих выражений мы с вами записали под номером 2. Квадрат первого выражения у нас с вами есть. Это квадрат Х. Дальше стоит знак минус, поэтому если это формула, то это квадрат разности. Должно стоять 2 умножить на первое выражение. И теперь смотрим, насколько нужно умножить 2Х, чтобы получить 12Х на 6. И если это формула, то теперь у нас должен быть второй множитель в квадрате. 6 в квадрате. 6 в квадрате это действительно 36. Поэтому мы получили с вами формулу квадрат разности двух выражений. Третье. у квадрат переписываем, это квадрат первого выражения, минус по формуле удвоенное произведение первого выражения. И сейчас мы найдем с вами второе выражение. 18у делим на 2у, получаем 9. И плюс, что такое 81, это 9 в квадрате. Мы получили с вами квадратный трехчлен, который можно представить в виде квадрата разности двух выражений. Первое выражение у, второе выражение 9. Получили у, минус 9 в квадрате. По номерам 4. 100 это 10 в квадрате. 20С можно представить как 2 умножить на 10 и умножить на С. И плюс С в квадрате. А такое выражение можно представить в виде квадрата разности двух выражений. Первое выражение 10, второе выражение С. И получили 10 минус С в квадрате. Под номером 5. А в квадрате. Минус 2 умножить на А. И теперь 6АВ мы делим на 2А, получаем 3Б. И плюс 9Б квадрат, это 3Б в квадрате. Потому что 3Б умножить на 3Б будет 9Б квадрат. Ну и тогда это квадрат разности двух выражений. Первое выражение А, второе выражение 3Б. Получили А минус 3Б в квадрате. Шестое. 9А квадрат. Чтобы получить 9А квадрат, можно 3А возвести в квадрат. Минус 30АВ можно представить как 2. Умножить на 3А. Это 6А. 30АВ делим на 6А, получаем 5Б. А 25Б квадрат можно получить, если 5Б возвести в квадрат. Ну и теперь мы, видимо, получили с вами формулу квадрат разности двух выражений. Первое выражение 3А, второе выражение 5Б. 3А минус 5Б в квадрате. Под номером 7. Б в четвертой степени. Чтобы получить Б в четвертой степени, можно Б квадрат возвести в квадрат. Минус. Удвоенное произведение. Умножаем на Б квадрат и умножаем на С. И плюс С квадрат. Итак, мы видим, что данный трехщин мы можем представить как квадрат разностью двух выражений. Первое выражение Б квадрат. Второе выражение С. Б квадрат минус С в квадрате. Под номером 8. М в восьмой степени. Можно представить как М в четвертой степени и в квадрате. Потому что при возведении степени в степень показатели перемножаются. Дальше, если это формула, то должно быть удвоенное произведение первого выражения М в четвертой степени на второе выражение. Итак, чтобы нам получить М в четвертой степени М в квадрате, нам нужно 2 умножить на 1 вторую. Это произведение обратных чисел равно 1 и еще умножить на М квадрат. Если мы 1 вторую Н квадрат возведем в квадрат, мы как раз получим 1 четвертую Н в четвертой степени. И теперь мы видим, что это формула квадрат суммы двух выражений. Первое выражение М в четвертой степени. Второе выражение 1 вторая Н квадрат. Девятое. 36А квадрат Б квадрат можно получить, если мы 6АВ возведем в квадрат. Тогда, согласно формулы, на втором месте должно стоять минус удвоенное произведение первого выражения и умножить на второе выражение. Но если мы 2 умножим на 6АВ, мы уже получим 12АВ. Поэтому единственный множитель, который можно написать и который можно не писать, это единичка. И плюс 1, это 1 в квадрате. Итак, мы видим, что согласно формулы мы получили с вами квадрат разности двух выражений. Первое выражение 6АВ. Второе выражение 1. Итак, 6АВ минус 1 в квадрате, это как раз и получится данный трехчлен. Рассмотрим под номером 10. И десятый номер. Х в четвертой степени плюс 2Х в квадрат плюс 1. Х в четвертой степени это Х в квадрат, возведенный в квадрат. Плюс 2 умножить на Х в квадрат, первое выражение. И на что нужно умножить, чтобы значение, вид выражения не изменился, только на 1. Множитель 1 можно писать, а можно не писать. И плюс единичку можно представить как 1 в квадрате. Теперь мы видим, что перед нами формула квадрат суммы двух выражений. Первое выражение Х в квадрат, второе выражение 1. Итак, Х в квадрат плюс 1 в квадрате. Под номером 11. 1,16Х в четвертой степени. Можно представить как 1,4Х в квадрате. И все это в квадрате. Когда мы возводим произведение в степени, мы возводим в эту степень каждый множитель. 1,4 возводим в квадрат. 1,4 умножить на 1,4 это 1,16. А Х в квадрат возводим в квадрат, это Х в четвертой степени. Минус 2. Согласно формулы, умножить на первое выражение. На 1,4Х в квадрате. И умножить на второе выражение. Смотрим. У нас 2 умножить на 1,4. На четвертую мы получим с вами 1,2. На что нужно умножить 1,2, чтобы получить 2? Нужно умножить на 4. Если мы 4 умножим на 1,2, мы 4 разделим на 2, получится 2. 2 умножим на 1, как раз получим 2. Итак, умножаем на 4. И еще осталось умножить на У в кубе. 16 У в шестой степени, чтобы получить. Для этого достаточно 4 У в кубе возвести в квадрат. 4 в квадрате 16, У в кубе в квадрате. При возведении степени в степень основание переписывается, показатели перемножаются, будет У в шестой степени. Но зато мы теперь видим, что у нас квадрат разности двух выражений. Первое выражение 1,4 Х в квадрат. Второе выражение 4 У в кубе. И не забываем писать квадрат. Под номером 12. 0,01 А в восьмой степени плюс 25 Б в четырнадцатой степени минус А в четвертой степени Б в седьмой степени. Если это формула, то у нас на втором месте только может стоять одночлен, перед которым стоит знак минус. Поэтому мы с вами переставим второй и третий одночлены местами. А 0,01 А в восьмой степени можно получить, если 0,1 А в четвертой степени возвести в квадрат. 0,1 возводим в квадрат. Это будет 0,01 А в четвертой степени возводим в квадрат. Показатели перемножаются, 4,2,8. Получаем А в восьмой степени. Минус. Согласно формулы, должно быть 2 умноженное на первое выражение. Это у нас 0,1 А в четвертой степени. И умножить на второе выражение. Если мы 2 умножим с вами на 0,1. И на что нужно умножить, чтобы в результате получить 1? 2 умножаем на 0,1. Это 0,2. Если мы 0,2 умножим на 5, мы как раз получим с вами единичку. Поэтому еще нужно умножить на 5, B в седьмой степени. Проверяем. 2 умножаем на 5, 10. 10 умножаем на 0,1. Это 1. Множитель 1 можно не писать. А в четвертой степени, B в седьмой степени. И плюс. А 25, B в четырнадцатой степени. Это 5, B в седьмой. Возведенное в квадрат. И теперь мы видим, что это квадрат разности двух выражений. Первое выражение 0,1, A в четвертой степени. А второе выражение 5, B в седьмой степени. Все. Мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.